Воронеж в 1917 году был политически умеренным городом. В Воронеже все было спокойно. И даже о Петроградском восстании, произошедшем 25 октября по новому стилю 7 ноября, в нашем городе почти никто и не знал. Тем не менее, волна дошла до нас, но с опозданием. Очень интересный факт, что, как и везде, партия большевиков была представлена малочисленным количеством человек. У нас много было представителей других партий, октябристов, эсеров, меньшевиков, которые тоже делились в мир, эсеры делились на правые и левые. И информацию о том, что в Петрограде свершилась революция в ночь с 24 на 25 октября, эсеры-телеграфисты просто скрыли. Информация шла по телеграфу. И почти пять дней до 30 октября эта информация практически была никому неизвестна. Ну, знала немного людей. В Воронеже был создан временно революционный комитет, которым руководил большевик Моисеев. Штаб заседаний ВРК находился в бывшем доме губернатора. Деятельность комитета была направлена на свержение временного правительства. Сзади нас старинное здание 1780 года появления на карте Воронежа. Это резиденция воронежских губернаторов, которая в 1917 году стала нашим воронежским Смольным. Отсюда завершилась революция. Именно здесь был штаб, откуда отдавались приказы. 30 октября был очень туманный день. И вот в этом тумане произошло столкновение солдат 5-го пулеметного полка под проводительством большевика Шалаева. Это была основная держащая сила, вооруженная большевиков в Воронеже. Примерно там, где у нас сейчас театр опера-балета, но немножечко дальше пойти в сторону цирка. Вот там вот была такая стычка, погиб полковник Языков, который возглавлял именно сторону Белых, скажем так. Офицерский штаб во главе с Языковым находился в бывшем кинотеатре «Ампир». Ныне здесь расположен кинотеатр «Спартак». Во время стачки на 2-й Острогожск, ныне улицы Кирова, полковника Языкова убили первым. Остальные бросились в рассыпную. Началась перестрелка. Это был не профессиональный такой военный. Это был ученый, краевед, который когда-то нашел в 1911 году нашу легендарную скифскую вазу. И это, конечно, человек, который занимался историей и был ученый. Он погиб в этой стычке. Были немногочисленные жертвы. Но после этого большевики окончательно взяли власть в свои руки. Британский писатель Томас Карлель так говорит о революции. Ее готовят ении, делают романтики, а ее плодами пользуются проходимцы. «Революция – это всегда кровь. Революция – это немножко, а то и немножко анархия. Революция – это всегда непримиримое противостояние». Трагична судьба погибшего во время подавления крестьянского бунта молодого дворянина Николая Алексеевского, который спустя год после получения аттестата зрелости стал председателем губернского ЧК. В его честь потом в Воронеже назовут улицу, на которой находится знаменитый дом с совой архитектора Замятнина. «Который тоже увлекся революционными идеями с целью улучшить общество. Эти юные мальчики, которые хотели сделать добро, оказалось, все, к сожалению, совсем не так. И уникальный факт. Когда этот человек даже года не пробыл на этой должности, сохранилось его личное заявление. «Прошу освободить меня от занимаемой должности». Он утонул в крови противоборствующих сторон. Он увидел реальную картинку этого страшного противостояния, перелома в истории России. И он хотел от этого уйти, но не успел». Для Воронежа, как и для всей страны, это было тяжелое время. Хлеб по карточкам, деньги обесценивались. Денежные монеты становятся товарообмен. В течение года новая власть в лице Временного революционного комитета вела себя как преступники. «Отсюда шли приказы. Здесь была рабочая дружина, которая, в общем-то, была достаточно вольна в своих действиях, скажу я так мягко. Через два года эту рабочую дружину пришлось уже разоружать воинскими подвеселениями». Сменились годы. Если в прошлом день Великой социалистической Октябрьской революции имел торжественное значение, 7 ноября весь Советский Союз выходил на демонстрации, то теперь этот день называют скромнее – Октябрьским переворотом. Да и отношение к нему приобрело негативный окрас. Воронежцы, встретившиеся нам на улице к этой дате, отнеслись критично. «Это тоже, в свою роду, наверное, трагедия российская. Не первая, не последняя». «Это отрицательный момент, безусловно, негативный. Мы знаем, что из этого получилось все. Продразверска, проддиктатура, 37-й год, репрессия, раскулачивание, коты, факт Молотова-Ребентропа. Все остальное». Октябрьский переворот изменил всю мировую историю. Временное правительство не смогло решить проблем русского народа. На фоне всеобщего хаоса большевики сумели взять власть в свои руки. И неважно им было, каким путем. Олеся Алисёк, Валерий Бобкин, 41 канал.